Друзья мои, всех приветствую! Перед вами бензиновая цепная пила Husqvarna. В целом, в принципе, модель не важна. В этом ролике я вам покажу, как поменять, добраться и поменять уплотнитель импульсного канала. Это очень частая неисправность, она возникает, вот, ну, ее симптомы, да, то есть вы регулируете пилу, как обычно, регулируете холостые, регулируете режим полного газа, и что-то идет не так. То есть холостые вроде отрегулировали, а она все равно глохнет, а потом плохо заводится. И, в общем, ведет себя как-то очень странно, несмотря на то, что все манипуляции, которые вы делаете обычно с регулировкой, ну, правильные, но все равно что-то не так. И тогда нужно поменять уплотнитель импульсного канала. Он есть в большинстве бензиновых пил, стоит он после карбюратора сразу, то есть нужно снять крышку, нужно снять воздушный фильтр, сам карп, и там будет такой маленький-маленький патрубок. Обычно его можно, ну, не покупать родной, а заменить, например, каким-то термостойким топливопроводом, кусочком шланга. Вот я это делаю раз, наверное, в сезон, потому что все равно он горит, он там при очень высоких температурах работает. Конечно, лучше покупать родной, он там вообще из каких-то материалов, не знаю, с шаттла там снимают, наверное, что-то. Но в данном случае, так как у меня его нет, я готов раз в сезон вот такой, такой ерундистикой заниматься. Ну что, давайте, давайте до него доберемся, покажу вам, что это такое. Друзья мои, давайте начнем, я предлагаю это сделать под музычку. Там все будет понятно, что я делаю. Не думаю, что это нужно комментировать. Просто смотрите, ничего сложного нет. Я когда первый раз разбирался, тоже у меня там, а как я соберу обратно, божечки, там какой-то вот это, тяга газа, еще что-то. Вообще никаких проблем. Если не уверены, просто снимайте на камеру то, что вы делаете, и потом сможете это вернуть. Единожды сделайте, потом будете с закрытыми глазами все это как бы разбирать. Так, ну все, давайте я на нормальную какую-нибудь музычку хорошую, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, вот уплотнитель импульсного канала. Он уже весь у меня скочевряжился, задубел абсолютно. То есть он был такой эластичный, это термостойкий бензопатрубок. И, соответственно, вот из-за него все проблемы, невозможности регулировки. Сейчас мы его поменяем и, соответственно, рассчитываю на то, что все будет нормально. Сейчас я вам покажу, куда он входит, где он стоит. Вот так эта установочная пластина туда приспосабливается. Тоже нужно будет, как бы это сказать, ну, приловчиться ее туда устанавливать. Этот патрубок, уплотнитель импульсного канала устанавливается именно на эту пластину и потом уже идет туда. Я раньше его устанавливал туда и пытался пластиной попасть. Ну, в общем-то, целая история была. Так, стоит он, вот, вы видите, вот его, вот его отверстие, вот оно, куда он входит. Ничего сложного, сейчас мы его поменяем и будем собирать все обратно. Поверьте мне, ребят, сделайте это единожды, дважды и все у вас будет четенько. Практически полпилы разобрали, остался цилиндр, да и все. Так, есть потоньше, друзья мои. Вот, можете обратить внимание. Красненький и стеночки потоньше, и сам он в диаметре поменьше. Буду ставить его. Конечно, блин, хотелось бы к синий, но ладно. Друзья, знаете что, давайте попробуем уплотнитель поставить туда. Это против моих правил, я раньше так не делал, но я вот поставил его. Вот он, синий, торчит. Ну, блин, ну, вдруг я попаду. В принципе, ничего такого здесь нет. И мне кажется, я близок к успеху. Все, друзья мои, попал. Вот именно таким способом, когда я поставил этот патрубок, уплотнитель, именно в цилиндр. И все вошло. Рассчитываю, что будет работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья мои, закончили. Все, ага, а проводочек-то что не поставил-то? Проводочек, чтобы глушить пилу. Ну, я, конечно, этот. В общем, ставим проводочек и заводим, смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, друзья мои, ну все, теперь пила подлежит регулировке. Сейчас чуть-чуть еще отрегулирую высокие обороты на полном газу, потому что очень сильно она газ развивает. Для поршневой это нехорошо. Ну, немножечко придушу винт аж. А так, в целом, холостые отличные, низкие обороты отличные. Уплотнитель импульсного канала. Где он у нас? Вот он у нас. Вот это и причина всех моих, как это вообще назвать-то неурядиц. Вот это и причина всех моих, как это вообще назвать-то, неурядиц, огорчений с пилой. Назовем это так. Все. Старушечка работает дальше. Вам большое спасибо. Удачи, мира, добра. Пока. Ой, как же приятно за неделю собирать урожайчик. Ах.